Добрый день! Сегодня в нашей стране началось громадское обмерение законопроекта об обыходжении живелами, и оно протягнется до 20-го красавика. Текст проекта размещены на национальном правовом интернет-портале у Банку дадзенных проекты законов. Свои пропоновы можно накеровывать по электронной почте. Усе инициативы будут передадзены у Палату представников национального схода Беларуси. С установлением теплого надворья выратовальники у СЕШ-сей фиксуют выпадки выпаливания травы в регионе. За два пошние дни в Гомельской области зарегистровано 79 подобных фактов. Дарыш Амаль Третья шастка у всех выпадков в Беларуси пропадает на Гомельшину. Выпаливать траву во всех районах. А шаги у сгорания оперативно ликвидуются. Однако не обыходится без материальной шкоды. Так у вынику выпаливания травы у Светлогорску был целиком знишен и дашный дом. Людей не получают ни махшимые наступства, ни по мере штрафов. До 30 базовых велешин. С чем это связано? В первую очередь с тем, что начали вот таким варварским способом с одной стороны наводить порядок на своей земле. Плюс при условиях сейчас, в общем-то, ну уже сухо, да, павод как такого не было. Где-то брошенная какая-то сигарета, где-то кто-то развел какой-то костер и ушел. И начинает выгорать вот эта сухая растительность. Поэтому сейчас наши все районные отделы по ЧАЭС ориентированы на то, чтобы проводить рейды. Поднимаются все комиссии по чрезвычайным ситуациям районов. А пошние дни Саковика у Гомельской области будут теплыми, а лет дождливыми. По воде информации областного гидромедцентра, в ближайшие сутки на большей части территории региона пройдут короткочасовые дожжи. У нас шекается от минус одного до плюс штыроху. День от теми до 12 градусов тепла. У прогнозе наша цвердь 31-го Саковика так само дожжи. Слубки термометров поднимутся у нашей до 7, у день до 15 градусов. Красавик пошнется з'яще больше капрызнага на дворье. У пятницу и субботу на большей части территории в области шакаются дожжи розной интенсивности. Махшим и мокрый снег. У нашей ранницы на особных участках дорога лалёдится. Месцами махшим олзмаснение ветру до 15-20 метров за секунду. У нашей шакается от минус двух до плюс трех. У день от трех до 8 градусов выше за нуль. У неделю опадки прогнозуются только у особных районах. Температура поветра крыху понизится. И складе у нашей от минус штырох до одного градуса тепла. У день от 6 до 11. Дана вина у культурного життя региона. Грандиозное иллюзийное шоу с светного озроню зусім худка разгорнится на сцене Гомельского областного драматичного театра. У новом ракурсе глядачу представить вядому гісторию про спячую пригажуню. Один з головных в образа у постановки у васобіць аутар программы – могилевский иллюзионист Виктор Шишко. Артыст прибыл в Гомель на переданні премьеры, каб загадзя сустрецца журналистами и прачинить заслону будущего представления, показаць некалькі трукаў. На вачах пешых глядачоў иллюзионист распилаваў и праткнув шпагай свою асистентку. У вогулі у ролі артыста иллюзиона Виктор Шишко дебютаваў у 16 годов. Затым была работа ў цырку, перша ўласна шоў, пачата гастрольнага жыцця и нарэшце прызнання ў адным з вядомых российскіх телепраэктаў. Праграма, яку артыст проставить ў Гомелі, гэта адзіна комплекс трукаў, кожны з яких зяўляецца аутарскім астацким творам. Наша работа сравнима с работой канатаходца. И каждый раз, когда ты расслабишся, ты можешь в самом уверенном, в самом таком хорошо адрепетированном месте сорвацца, и празайцем можеш что-то непоправимое. И поэтому каждый раз, когда я выхожу на сцену, я немножечко волнуюсь. И каждый раз, что бы мы, какое бы из трюков не показывали, есть вот эта грань, которую нельзя переступать, и, в общем-то, нельзя расслабляться. По словах артыста, у глядашу так само не дадуть расслабиться, мяжи помеж сцены и глядельной залы не будя. Кожны присутны, прыжада, не зможа стать ўдельником шоу и особисто докрануться до иллюзии. Дарэчы, кабу, в особите и у программе «Спячая прыгажуння», Виктору Шишкос потребилася 7 годов и некальки тонн обсталявання. У Гомеля отбудется усяго три показа, які пройдусь другого и 24-го красавика. Пасля программу бачить Жихары Рэшицы и Калинкович. К тым шасам осьо большая колька с юных талинтов выходит ў по финал конкурсу «Юная телезорка», які проводятся телерадою компанией «Гомельс» уместно с управлением эдукацией Аблвыконкама. Доволе насыщенными отрымалися кастынги в Добрышским и Советским районе областного центра. Дети сдевели неординарным подыходом до выступлению и творчими сдольностями. С подробязностями Александр Гомоля. Тудовный вокал, добровывученная верши, оригинальные визитные картки. У Добрышской гимназии номер 2 отбывся кастынг, было несумно. 11 удельников постарались ауразить журы. Головная мета – войти у ликпераможца в конкурсу «Мара» вести программу на «Телебашине». С этим на кастынг приходят амали усе дети. Одразниваются один от одного только якостью, подрыхтолки и разностайностью талентов. Ну, это как бы мечта с детства. Я всегда мечтал работать на телевидении. Я хочу, наверное, вести передачу какую-то про свой возраст, чтобы делиться проблемами, обсуждать их и какие-то находить решения. Не знаю, мне это с рождения очень нравится. Я люблю сниматься на камерах, люблю ездить по разным конкурсам. И это мне очень-очень нравится. У советским районе областного центра на угол был поставлен рекорд по колькости конкурсанту. 26 талиновитых ребят выказали жадание по уделению кастынгу и скоростать шанс стать телезоркой. Вдохновила меня программа «Орел и Решка». Это моя мечта – быть ведущей данной программы. Вот именно поэтому, наверное. А также я люблю публику и люблю выступать на сцене, и поэтому почему нет? Самое главное – не теряться и отвечать правильно на вопросы. Почему ты хочешь стать телевизоркой? Потому что мне нравится, как они работают на камеру, их везде практически известно. Ну и потому, что их показывают по телевизору. Региональный проект «Юная телевизорка» – это шанс отримать опыт публичного выступления и работы у эфира телебачения. По выниках трех основных этапов конкурса будут вызначены лепшие ведущие в двух взрослых категориях – хлопчики и девчонки от 10 до 12 и от 13 до 15 годов. А главный приз – контракт на ведение детячей программы. Удельники кастинга в советском районе Гомеля своим жаданием и яскравыми выступлениями подтвердили, что яны этого достойны. Сдается, это один из самых творческих составов удельников конкурса «Юная телевизорка», который проходит в советском районе областного центра. Дети удивили и хореографией, и вокалом, и актерским майстерством, и промоуницкими сдольностями. Александр Гамоля, Евген Макеенко, телерадо-компания «Гомель». Я в спорте. У Гомеля отбылся 10-й юбилейный международный молодежный турнир по вольной боротьбе «Золотая рысь». С поборниц вы традицина сбирают борцов с Беларуси, Украины, России и Молдовы. На этот раз за узнагороды смагалися больше, чем 150 спортсменов. За поединками сашил Максим Савин. Самой шматликой была команда господаров. У турниры приняли удел выхованцев всех спортшкол Гомельской области, у которых культивуют вольную боротьбу. Таких ход оправданно лечить организаторы. Но удел борцов в международных турнирах даёт необходимый опыт. Тем более, что соперники больше, чем серьезные. Уровень борцов разный, потому что мы учимся, у нас участвуют все. Мы специально делаем для области, там немножко подготовка послабее. И вот они мы этим детям учатся, как бороться в других странах, в других регионах. Очень команда сильная Каменка, команда очень сильная с Кишинева. Уже есть участники, уже есть участники Перенской Европы. У нас есть команда Беларуси, представляет у нас команды, которые участвовали на Европе, и которые еще будут, планируются в этом году участвовать. Участвуют все эти спортсмены. Есть на соревнованиях, они участвуют. И готовятся летом, участвуют в 50 Европе, 50 мира. На турниры были представлены все регионы Беларуси. Из России приехали 4 команды из Украины, 3 из Молдовы – 2. В остине утой, что добра знакомая с турниром ведут об узровне конкуренции, тому приезжают в оптимальных составах. И выключены за медалями. Мы привозим самых лучших. Посмотрим, как будет, потому что все тренера надеются, что их воспитанники выиграют. И только может показать ковер встречи, потому что тут не только уровень физической тренировки, но и психологической. Молдавские борцы своих наставников не подвяли. На их рахунку 6 золотых медалев. Две высшейшие узнагороды повезли дома украинские спортсмены, одну – представники Могилевской области. Госпадары так само подымались на высшейшую приступку пьедесталу гонору. У своих ваговых категориях лепшими стали Дмитрий Шамила, Вадим Калацы и Ярослав Славиковский. Максим Савин, Михаил Рабков, Телерадио «Компания Гомель». Новины регионы. Информацию о проектах Телерадио «Компания Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!